товарищи всем привет сегодня я тут чищу пластик от бэхи и столкнулся с такой проблемой я вчера сломал усики от краешка молдинга заклеил их вчера обычным гелевым клеем секундой который сегодня взял в руки она у меня рассыпалась все и вспомнил пошел на склад мне миша из германии присылал посылку я то наверно сейчас покажу в общем сама основа посылки это холодный клеевой обратный молоток то есть молоток который приклеивается к кузову вот такими вот переходными переходниками на специальный клей но это я сейчас буквально пару минут распечатаюсь покажу потом получил из россии спасибо ребята отправили президент еще не распаковал толщиномер распакую тоже потом покажу или позже в видео а сейчас само что интересно вот михаил положил клей клей и порошок этим клеем я недавно делал видео подобно но он делал просто с клеем секунды и содой есть специальные такие составы я пробовал что-то подобное в прошлом году честно за машиной проследить там к сожалению уже не получится потому что она куда-то уехала и мы не знаем где она а за этой машиной проследить мы смогем так сказать поэтому посмотрим место хоть и не нагруженная но я попробую сейчас как она вообще будет держаться потому что мне еще тут работать наждаками о нормально держится даже судя по перчаткам все обезжирена зачищена и сейчас будем как-то клеить эти половиночки есть такие места когда не подлезешь чтобы сварить или паяльником тут просто нечего паять там больные места кое-какие я поварил на порогах были там да имеет смысл сварку производить здесь же ну просто варить нечего и не к чему сейчас первым компонентом перчатку отпусти просто налил сейчас приклею один кусочек она у меня две части развалилась и приклею другой кусочек я помню в прошлом видео в котором я показывал эту дрянь вы мне там написали перчатку схватила хорошо вы мне написали что это фигня как бы под воздействием воды разрушается не могу ничего сказать ни в одну ни в другую сторону потому что говорю лично не наблюдал но мысля какая что если бы эта фигня под воздействием воды разрушалась они думаю что компании производили бы ее и продавали тем более сейчас мы склеим просто подсклеим есть кстати берется довольно таки быстро и хорошо открываю второй компонент ну второй компонент порошок которым сыпать будем открываем порошок и теперь у меня там есть карман в которой могу спокойно налить этого клея реально именно налить и насыпать туда порошка порошок впитывает в себя клей и становится камнем скажем так еще пропитываем в общем я заполню внутреннюю полость вот этим порошком и теперь просто даже если нажать на него ему некуда будет ломаться пропитываем клеем главное чтобы все было чисто и в идеале конечно зачищено у меня было место зачиститься я все зачистил все получилось давайте попробуем сейчас фух как он воняет шоу я сейчас снаружи насыплю и попробую как он наждаком чистится вот это вонище резкий запах очень не ожидал мне интересно как он себя поведет под воздействием наждака там прям как будто горит что-то у нас парит оставляем это на пару часиков и оставлю и посмотрим как она будет перетираться а сейчас пойдемте раскроем обратный молоток попробуем его жене кузовной ремонт германии на своем канале уже показывал этот молоток михаил и мне предлагал прислать но я просто не работал поэтому ну смысла то что помню прислал никакого а сейчас мы сможем его опробовать я в москве два года назад когда ездил на обучение пдр у видел то есть он как раз его только разработали перенесли на тесты или как он работал сергей интересная штуковина интересно на тем что а то холодный клей не надо ничего разогревать не надо ничего зачищать все вытерли на холодную отработали вытаскивать только но большие повреждения попробую на этой машине у меня супер больших повреждений таких крупных нет поэтому может быть именно там он не подойдет но если что-то попадется я обязательно еще раз покажу его что михаил прислал я обещал что сделаю обзорчик на него вот самая маленькая насадка я ей попробую только что выдернуть потом побольше круглая плоская одна плоская вторая какие-то ребра внутренние залазить треугольник и это я так понимаю это под что-то еще переходник а дергать грибы которые приклеиваются но это просто переходник под вот этот молоток чтобы дергать грибки которые на горячий клей клеится вот все понятно в этих пакетиках должно быть все одинаково это холодный клей мы сейчас его раскроем посмотрим на него его надо перед использованием чуть-чуть помять даже холодный клей пакете пламени в пакете либо в чистых перчатках и хранить его тоже надо отдельно в пакете снимая с клея так мы сейчас откроем автомобиль и глянем у нас тут снизу есть небольшое повреждение в принципе под маленькую насадочку можно его попробовать дернуть здесь мы сейчас и попробуем не уверен я что поймаю блик вам ямка вот здесь в прошлом видео показывал так что мы делаем мы здесь все протираем это растворитель потому что машину я еще не вытирал нему мне нужно очистить поверхность клей чутка помять греть его не надо ничего с ним такого делать особо не надо как но этого куска мне будет много на маленькую насадку да она сюда четенько подходит поэтому я щас от него может быть от половины интересный клей то ли технологию чуть-чуть еще поменяли на два года потому что в москве когда я его пробовали таким бы еду чем приклеиваем на насадку вставляем суда такими движениями как бы его вклеиваем даем постоять секунд 30 минуту там разными способами пробовали в общем надо дать чуть-чуть постоять огромное преимущество его что вот все как бы обезжирили не надо никаких больше пистолетов клеевых там потом спирта чтобы отдирать этот клей но конечно минус ему такие мелочи в принципе не сделаешь но зато какие-то большие вмятины первоначальные вот это штуковины выводили на 80 процентов прям очень удобно и круто сейчас глянем может быть она к самой насадки хреново взялось ногой придерживаю дверь удобно еще что тут шар то есть можно я могу дёрнуть сейчас вверх в сторону как мне надо вам нормально то есть на насадки держится еще есть давайте еще разок собираем клей в кучку а давайте сразу попробуем ради интереса чуть-чуть хуже держит но держит ну эти вмятинку так мы сейчас раздергаем посмотрите видео уже не на канале кузовный ремонт германии они там на задней крышке багажника делали крупную вмятину выдергивали там показательно они пробовали разные насадки там объем работы ну тот на котором явно видно что делаешь тут мне просто интересно самому прям вообще ништяк и сейчас такими темпами передергаю просто наружу а потом простучу вы знаете она неплохо и без выдержки клеится может быть потому что чисто все вообще обалденно почти вся ушла а наружу и и дергается металл так давайте на блик посмотрим вот тут блик осталось реально такое небольшое что я изнутри и сейчас залезу если есть доступ прямой я его додавлю было значительно больше штуковина рабочая штуковина прикольная обязательно что-нибудь найду какую-то работу интересными на под этот прибор я покажу михаил сказал что в россии у пдр центра продаются такие но он их обеспечил цену не помню честно не помню оставлю ссылку в описании чуть там больше ста евро комплект в принципе любой инструмент у нас меньше 100 евро не стоит молоток классная прорезиненная ручка удобно так тут и больше ничего не смогу сделать больше нету для продавайте попробуем сейчас презент презентик где это у нас digital сеткинс метр какой-то короче это толщиномер я так думаю крайне мере по картинке все понятно спасибо за подгон от этим лучше сравним с немецким толщиномером вставил батарейку я уже проверил на его калибровочных пластинах показывают в принципе адекватные показания мы просто сравним сейчас показания разных компаний 135 166 еще раз 130 в одну и ту же точку буду бить 135 130 130 135 130 ну 5 микрон это не показатель 160 161 165 166 167 168 167 167 166 то есть у этого не ну по крайней мере не такой большой скачок тут 130 130 130 130 130 пристрелялись наконец-то но разница вот грубо говоря 30 микрон тыкаем 145 145 и 190 как бы ну вот 45 микрон разные разные производители и теперь представьте ситуацию что человек купил прибор до звонит им ходит пропикивает а у него ну то есть толщина то есть вот тут я скажу так это ближе к заводу и можно даже сказать что не крашеные и вот какому прибору верить пойдемте сейчас их еще проверим на калибровочных пластинах так это пластины от китайского прибора проверять будем все на металле 0 3 ну это погрешность то есть тут все нормально прикладываем прикладываем девятьсот девяносто пять микрон плюс минус десять процентов это погрешность на толщине самой пластины 1000 похоже 1034 давайте проверим сам прибор немецкий может вот я выключу китайский потому что батарейка садится может я немцы нет калиброва то что его калибровал последний раз германии 0 показывает значит он калиброванный нон феррор ошибочка пять микрон ну как бы в пределах здесь пленка 102 микрона то есть плюс минус соточка ошибка 112 показывает сейчас тут проверим этот 0 92 а этот показывает меньше вот вот и кому верить блин этот показывает больше на ну скажем так на 10 этот меньше на 10 а должен показать 100 калибруем это фигня есть стандарт код есть все показал 102 микрона сейчас он выйдет в обычный режим и мы его перепроверим иногда прибор надо калибровать потому что он давно лежал и видите на 10 микрон начал прыгать куда-то 2 отлично соточка мы вышли в этот режим сейчас и этот еще понятно сейчас и этот еще откалибрую и мы их сравним 92 так а этот ребятушки он что он не калибруется он просто можно проверить его на то что он показывает по пластинам очень даже интересно 90 а его тот и это живет аккуратно и его и в извините Короче, сделаю вывод, прибор есть прибор, он, скажем так, подскажет, чтобы не ломать себе глаз и не пытаться там найти, скажем так, не убивать время, но полностью безоговорочно доверять приборам, ну, нельзя, сказать по прибору ориентироваться на его 10, 15, 20 микрон, нет. Когда тыкаешь, видишь 100 микрон, понятно, это около завод, ну, по крайней мере, один открас, когда тыкаешь и видишь 400 микрон, тут понятно, что это уже крашено с ремонтом даже, но говорить, что, блин, да у вас не 110, а 115 микрон, это значит крашеное, нельзя, потому что, ну, вот явный пример, они как бы показывают вообще разные вещи, в одно место тыкаешь, и у тебя скачок идет в 5-10 микрон, поэтому тут приборы все это хорошо, но это такой первичный осмотр, и чтобы что-то более детально сказать, надо детально углубляться, всматриваться, а в идеале раскрывать элемент, и только тогда можно сказать, что с ним было сделано, и в каком качестве это, скажем так, было сделано. Так, мы идем заниматься дальше железом, я не знаю, снимать, не снимать, что-то мне не особо хочется снимать, там работа такая нудная, лазить во всяких отверстиях автомобильных особо ничего не покажу. Ну, завтра я еду с утра за подбором, за материалом, наберу много всякой всячины, и вот там будет, что интересного посмотреть, что интересного показать, тогда, наверное, не включимся. Подписывайтесь, кстати, подписывайтесь на инстаграм-аккаунт, ссылку я в описании добавил, по-моему, второй висит. Много, что интересного будет проходить именно там, в плане всяких розыгрышей, потому что компания есть, которая желает что-либо там подарить, разыграть, об этом я тут говорить не буду на канале, это все будет там, на инстаграм-канале. И там мне более-менее не лень писать описание к фотографиям, поэтому какие-либо машинки, наждаки, инструменты, я могу просто на канале, ну, как, работая, не сказать конкретно, да, или не показать. Там я делаю фотографии, я к ней делаю описание, и там можно что-нибудь более-менее интересное выдернуть, почитать, поглазеть, поэтому подписывайтесь. Будем рады новым подписчикам на инстаграме. Всем удачи, всем пока. Чуть не забыл, рано попрощались, за вот эту штуковину. Прошло, ну, не знаю, часа, наверное, три, как-то ковырялся с дамперами. Попробуем, как трется вот эта вот штука. 1240, это 240, о, 120. Просто ради интересу. Играйте на острове. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...